Я очень рад нашей встрече, потому что прошло уже несколько лет, и я восхищаюсь откровенно тем энтузиазмом, который сейчас развивает Международный Коралловый клуб и наше отделение здесь, в Сибири. Очень много новых новаций внедряется в этом клубе, очень полезных, и, кстати, необычайно полезных, потому что, по-видимому, тот эффект, который мы всё больше и больше видим в практике, что в настоящей засорённой, экологически изуродованной нашей среде наши клетки не могут реализовать своё генетическое начало. И возникает синдром генетического дефолта. То есть клетки есть, геномы есть, а реализация тех кадонов, которые из 30 миллионов кадонов есть в клетке, они не могут быть реализованы. Значит, поэтому меняется среда. И практика заставляет ищущих врачей и ищущих учёных видеть будущее. И очень трудно согласиться с тем, что очень многие болезни всё больше и больше передаются на хирургический стол. Это правильно, это технология, но это тактика. Можно оперировать и сердце, и печень, и почки, и кости. Но спрашивается, как сделать, чтобы не было этого исхода? Освободитесь, если хотите, в хорошем смысле, хирурга от этой колоссальной лавины хирургической патологии. Это проблема. И мы упираемся в проблему, конечно, понятия современного здоровья человека. И я могу утверждать на базе моего опыта, что не понимая суть здоровья, взаимодействия клеток друг с другом, тот поток воды, который через человеческий организм в сутки протекает, если взять её всасывание в почках и так далее, это почти 200-250 литров вкрутится в организме в сутки воды, не считая то, что мы пьём. Это колоссальный вихрь. И по существу мы с вами живём-то и с клетками. Клетки, клеток за человеческую жизнь накапливается, если взять те клетки, умирающие, слущивающиеся и нарастающие, это будет 12 тонн клеток. И эти 12 тонн клеток крутятся в гигантском вихре воды. И эта вода, это не просто макромолекулярная конструкция её. Вода является источником определённых физических излучений. Вода обладает памятью, и в наших работах, например, если мы берём воду и облучаем эту воду клеточными культурами на расстоянии, в зеркалах, в зеркалах Козырева, и потом добавим эту воду в больные клетки, то эта вода восстанавливает болезнь клеток. Причём она обладала этой энергией только на расстоянии. Мы не знаем, что течёт в наших подземных водах, в океанических водах, откуда накапливались морские организмы, как они накапливались. И поэтому не случайно, что и в подземных водах были найдены источники воды, вокруг которых люди жили долго. Долгожительство было. И учёные, отец Лагинаны, почти 15 лет изучали природу этой долгожительства, в этой воде, которую пили эти люди. В Пакистане это было. И нашли, что в этой воде существуют определённые молекулярно очень сложные физические конструкты, которые как бы нейтрализуют в наших клетках, в клеточных оболочках накопление свободных, очень опасных окислительных радикалов. Отсюда микрогидрин, отсюда сейчас целый ряд новых препаратов из различных трав, разработанных. Причём это не химические формулы, это планета, это живая планета, которая вам даётся в руки. Возьмите, примите от живой планеты эту каплю здоровья, и она будет работать. И я должен сказать, что, по-видимому, в этом движении и Кораллового клуба, и подобного рода общественных движениях рождается новое поле науки. Поэтому то, что в практике делается, это колоссальное внедрение сейчас в область здоровья, сокращение смертности, повышение репродуктивности человека, его психологического настроя. Здесь мы объединяемся, по-видимому, и с православием, и с другими религиями. И вера, она материальна. Вера. И поэтому здесь колоссальное объединение духовности и тех естественно-природных источников жизни, возникновение живого вещества на планете. Потому что ведь Кораллов-то, понимаете, сколько 300-600 миллионов лет и больше? Или травы возьмёте, они тоже ведь имеют свой возраст. И так далее. Поэтому я очень рад нашей встрече. И мне хотелось, чтобы мы повторили дальнейшее движение того опыта. Мы бы подвели итоги этого опыта. Нужно взять этот опыт сейчас, если хотите, в медицинский, хороший, экологический контроль и посмотреть, не избавляют ли эти препараты от тех, казалось бы, неизлечимых или хронических процессов, против которых сейчас обрушивается на 50% фальшивая фармакология. Это же факт. Значит, такое движение, это гуманистическое движение, это новое, понимаете, если хотите, данное человеку в культуре поиск своей жизни, своей цели. И ставится вопрос о здоровье, для чего нужно здоровье? Для чего? Сегодня это здоровье для заработка. Это неправильная позиция. Здоровье даётся человеку для творчества, для культуры, для того, чтобы он создавал своё потомство, чтобы он усовершенствовал интеллект и красоту жизни, не только планетарной, но и космической. И, по-видимому, такой перелом наступает сегодня, эпоха в экономике, в политике и в науке. И недавно опубликована была Харти, который Лихачёв говорил о культуре. Он не успел её завершить сейчас. Она опубликована в «Известиях». Это колоссальный шаг. Это достоинство российского интеллекта, российской культуры. Я хочу поздравить всех членов этого замечательного клуба объединения «Кораллы». Пожелать доброго здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова